МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Швидковский Дмитрий Олегович. Историк архитектуры, доктор искусствоведения, профессор, академик Российской академии художеств и Российской академии архитектуры. Ректор Московского архитектурного института, вице-президент Российской академии художеств. Приглашенный профессор Саргоны, Оксфорда и Пекинского университета. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Очень рад вас видеть. И надеюсь, что сегодня мы поговорим об истории архитектуры, прежде всего о истории русской архитектуры, но в немножко необычном аспекте в истории русской архитектуры как части европейской. Вообще-то история архитектуры родилась как наука в эпоху Ренессанса, то есть почти 600 лет назад. В нашей стране позже, в конце 18-го столетия, ее основоположниками стали знаменитые архитекторы Николай Александрович Львов и Василий Иванович Баженов, которые написали первые рукописи об истории русской архитектуры. И вот 200 лет мы, собственно, изучаем то, что было построено в нашей стране. И надо сказать, что до сих пор не изучили. А на самом деле история русской архитектуры насчитывает собой тысячелетия. Потому что родилась русская архитектура на юге, в Киеве, Чернигове, и на севере, в Новгороде, Полоцке. В самом конце X века, вместе с принятием христианства. И тогда туда пришли греческие, византийские мастера, мастера, видимо, мастера из Константинополя, которые принесли нам архитектурную технику, первые типы зданий, прежде всего, церквей. Каменными все-таки у нас очень долго были только церкви. И это было связано с византийским православием, заключавшим в себя свое искусство, представление о пространстве, художественные идеалы, выжившие в течение веков, еще с эпохи греческого эллинизма. Отец Павел Хлоренский, наш знаменитый ученый, сказал, что Византия принесла России огонь, передала России огонь Эллады, вечный огонь Эллады. И это очень важно. Мы действительно в основе своей, вот в этих, даже самых первых скромных церквях, вот в соборе Спаса Преображения, в Переославле-Залесском, который вы видите, в них заложено понимание пространства, видение, так сказать, мира, которое родилось в той же основе, что и вся европейская культура в греко-римской цивилизации. Но у нас, почему я вот всегда подчеркиваю, что русская архитектура, там, украинская и белорусская архитектуры очень разные. Они действительно состоят из разных элементов. И именно русская архитектура возникла из соединения двух мощных традиций. Одна – это традиция византийская, действительно, с ее опорой на античность, с ее потрясающей техникой кирпичной кладкой, мозаикой, фресками. И, с другой стороны, того, что совершенно не было в Византии, это традиция, пришедшая с Запада. Вот, как вы знаете, был путь с севера на юг, такой торговый и политический, из варяг в греки. И был другой путь, шелковый путь, который, северное ответвление которого шло уже касаясь наших пределов центральной России. И вот по нему приходила другая культура. Культура романской архитектуры Запада. И благодаря этому возникали совершенно удивительные вещи, такие как церковь Пакрава-Нанерли, которую вы, наверное, знаете. Это церковь чисто византийская по своему пространству. Вроде бы все очень просто. Прямоугольные очертания, четыре столба внутри, которые поддерживают купол, три апсиды. Такая типичная схема, которая войдет в русские храмы на целую почти тысячу лет. Потому что и до церкви Пакрава-Нанерли, еще с десятинной церкви в Киеве, с первой каменной церкви, возведенной в России, в Древней Руси, вернее, было такое устройство. И устройство это чисто византийское. Но уже вот в этой церкви 1165 года, середины 12 века, мы видим то, чего не было в Византии. это скульптуру, вот как уже в соборе Святого Дмитрия, в том же Владимире. Видите, что скульптура становится такой же сильной частью художественного образа, как и архитектура. Это было характерно для чисто западной традиции 12-го столетия. В Византии никогда не использовали наружную скульптуру. Ставили монументы императорам, колонны, строили триумфальные арки, но никогда не покрывали резной скульптурой церкви или дворцей. И вот здесь уже сразу возникает важнейшая особенность русской архитектуры. это то, что в ней соединяются разные традиции. Здесь пересекаются самые разнообразные легенды. На этом изображении вы видите библейского царя Давида. В этом же соборе можно увидеть еще более удивительное изображение. Это вознесение на небо Александра Македонского, который в 12 веке считали человеком достойным того, чтобы он был вознесен в рай. и возникает абсолютно иной образ. Пространство византийское, связанное с античностью своим происхождением, и необыкновенная украшенность, насыщенность декоративными элементами говорящая архитектура. Потому что вся Владимирская скульптура, она рассказывает людям о том, что им хотели поведать зодчие и их заказчики. Особенно поразителен собор в Юрьеве Польском, построенный перед самым нашествием монголов. Это последний как бы великий собор Владимирской школы. И вот его часть, его деталь. И вы видите, как много здесь декоративных элементов, как они разнообразны. И кто же собственно это сделал? Это естественно неизвестно. практически не знаем и знаем очень мало имен архитекторов русского раннего средневековья. Но летопись пишет об этом соборе удивительно. Князь сам был бе, сам бе-мастер. Князь сам был мастер. То есть это то, что хотели видеть русские люди начала 13-го столетия. И в этом соборе заключена информация, может быть, не меньше, чем в слове о полку Игореве. Здесь и история церкви, и церковные догматы, изображения основных праздников, и огромное число святых, и представления о земле, земле, где растут деревья, живут какие-то звери, представления о рае, потому что здесь удивительные и странные изображения во Владимирской скульптуре. То есть русская архитектура вот при своем рождении соединяет две важных вещи. Во-первых, это универсализм, то есть соединение внутри себя всех доступных ей традиций, всех традиций, которые она считала необходимым в себя включить и кроме этого это почти всегда лучшие произведения архитектуры, это говорящая архитектура. Она рассказывает о каких-то ставит, какие-то политические, разглашает какие-то политические лозунги, рассказывает церковную историю, утверждает моральные истины, так как вот это архитектура Владимирской школы 12 и 13 века. Вот собственно с этой школы начинается собственно русская архитектура. Итак, вот первое, что мы можем увидеть увидеть в русской архитектуре в мировом контексте, это возникновение особой школы, где соединяются византийские традиции и традиции Западной Европы 12-го столетия, то есть романского стиля. Дальше идет нечто очень важное и то, что мы не можем увидеть. В Европе 13-14 век это архитектура готическая, остроконечные башни, очень сложные конструкции, огромные соборы. У нас этого не было. У нас не было архитектуры средневековых готических городов, потому что в это время было монгольское нашествие. И Русь пропустит, вот в европейском истории искусства, Русь в полной мере, благодаря Владимирской школе, представляет романскую архитектуру. И, по-моему, она является последней неизученной так, как следует вот частью этой романской архитектуры, потому что на Западе выпустили такое количество книг по этому поводу, по каждой стране, там по одной Франции есть энциклопедия романской архитектуры в 20 томах. И мы остаемся последним неузнанным романским центром. А это очень, я бы сказал, важно и почтенно для нас. И мы должны это увидеть в себе, в своей истории архитектуры. Но у нас никогда не было готики. И сразу за романской архитектурой приходит очень необычное, своеобразное и неповторимое явление. Вот я пытаюсь его называть московским ренессансом палеологов. Это может быть слишком сложно, лучше назвать его московским ренессансом. Но дело в том, что оно действительно связано с фамилией палеологов, с византийской династией палеологов. Вы, наверное, знаете, что великий князь Василий, Иван Третий, сын Василия Темного, когда второй раз женился, первая его жена Мария Борисовна Тверская умерла. Он женился на византийской принцессе Софии палеолог. И вместе с ней на Русь, к этому моменту уже освободившуюся от монгольского нашествия, приходит целая огромная группа итальянских прежде всего, ну не только итальянских, европейских мастеров. С 1479 примерно года у нас появляются итальянские зодчие, и они работают до примерно 1540 года. очень точные цифры. Одно обозначено приездом двора Софии палеолог, а другая уже событиями царствования Ивана Грозного и его плохими отношениями с западными государствами, Ливонской войной, и событиями, которые в общем-то прервали связи с этим типом архитектуры, по крайней мере. Но упомянутые мною 50 лет создают своеобразные замечательные шедевры, на мой взгляд, шедевры Ренессанса. Ренессанс был очень разный. В любом итальянском городе, в Феррари или в Болонии, в Милане или в Венеции, не говоря уже о странах, там, предположим, различие английского или французского Ренессанса от итальянского все-таки очень велико. Но и в отличие Ренессанса каждого итальянского города 15 века, тоже совершенно колоссальна. И вот в этом таком мозаическом поле разных возрождений они все старались подражать античности, все старались восстановить античное искусство, античную архитектуру. Но каждый это делал по-своему. И Москва тоже делала по-своему и ничуть не хуже, чем другие. Вот в этом я абсолютно убежден. Вы видите Успенский собор Московского Кремля кажется главный собор, где короновали монархов нашего государства и где происходила интеронизация патриархов и митрополитов. То есть важнейшая церковь, но построена она Аристотелем Ферраванти из Болонии. Это рисунок 18 века, но он передает то, что было в 16-м. Вот посмотрите на колонны пилястры и арки этого теремного дворца, который потом эти пилястры и арки скрылись в Большом Кремлевском дворце современном. Это абсолютно ренессансная архитектура. Это действительно настоящий венецианский ренессанс. Если вы будете в Венеции посмотрите на церковь Санта Захария или Санта Мария де Мираколи, Санта Григория де Гречи. Это очень отличается от того, что строил Аристотелем Ферраванти. Но Аристотелем Ферраванти был из Болонии. И там архитектура ренессанса была совершенно иная, чем в Венеции. К тому же ему сказали построить такой же собор, как Успенский собор во Владимире. И он попытался сделать так, чтобы соединить свое ренессансное мышление, ренессансную геометрию с образцом, который ему был древнерусским образцом, который ему был указан. Вот это особенно характерно венецианский фасад с вот таким пятью окнами круглыми и с раковинами, которые в Венеции означали море и морские победы. И были, например, на постройках Арсенала или на других сооружениях, связанных с морскими триумфами Венеции. Посмотрите на эти детали. Они абсолютно классичны. Это настоящая ренессансная архитектура. Надо сказать, что европейцы как-то с трудом верят, что в России была ренессансная архитектура и вообще был ренессанс. Однажды, очень давно, 20 лет назад, я читал лекцию в Туре в Центре высших исследований ренессанса, довольно длинную по поводу вот как раз этих всех вопросов. И когда все разошлись, директор центра подошел ко мне и сказал, ну да, ну хорошо, хорошо, я вижу, что это были ренессансные мастера, и я понимаю, что они были, что у вас есть документы, что они были из Италии, но знаете, они все-таки наверное были авантюристы, раз они отправились так, так сказать, далеко и тем более в Россию. Вот с этим я абсолютно не согласен, потому что у нас работали Аристотель Ферраванти, создатель Успенского собора. Это был самый крупный инженер Италии третьей четверти пятнадцатого века. Он строил везде, в Неаполе, в Болонии, в Парме, в Милане. В Милане он сотрудничал с кругом близким Леонардо да Винчи. Основные вот абрис стены и крупнейшие башни Кремля были сделаны Пьетро Антонио Соляри. Как же можно назвать его авантюристом, когда он построил неф церкви Санта Мария де Ле Грация в Милане. А в этом, знаете, что к этому нефу примыкает трапезная, в которой находится тайная вечеря Леонардо да Винчи, которая в это же время делалась. А когда Пьетро Антонио, кстати, он был первым главным архитектором Москвы, и это написано на такой огромной, большой каменной плите, вмонтированной стены Кремля, когда он уехал в Москву, эту церковь и его другие работы доделывал величайство из архитекторов Ренессанса в Италии Донат Абраманте. Какие же это авантюристы? У нас работали замечательные, выдающиеся, крупнейшие архитекторы Ренессанса конца 15 века. И надо сказать, что их было очень много. Последним и самым из них способным, пожалуй, был тот человек, который построил церковь Вознесения в Коломенском. Его у нас называют Петрок Малый, а в общем, с помощью больших трудов в документах нашлось его итальянское имя, его звали Пьетро Анибали. И он создал этот совершенно уникальный шедевр, где соединяются и классические, и готические элементы, классические столбы, треугольные готические арки. Арки келевидные, вы, наверное, их видите, чисто московские. И потом наверху опять возникают абсолютно античные пилястры и колонки, капители. то есть эта архитектура совершенно универсальная. Это вот снова стремление к созданию языка архитектуры, который бы соединял в себе все то ценное, что могли узнать наши предки и хотели использовать в своих произведениях. Церковь в Коломенском таит в себе масса тайн, загадок, которые еще не решены и не скоро, может быть, будут решены. Но это абсолютно выдающееся произведение, которое должно стоять в ряду знаменитых построек европейского возрождения. Но стремление к объединению самых разных элементов в одной постройке и стремлению рассказать с помощью архитектуры как можно больше с самой значительной яркостью выразилось в соборе Василия Блаженного. Ну, в церкви его по-разному в разные эпохи называли. Храм покрова Богородицы Нарву одно время его называли Троицким храмом, поскольку, как вы знаете, он состоит из многих церквей. И приглядитесь к деталям этой архитектуры. Здесь можно найти буквально все, что угодно. Эти треугольные готические арки, которые называются бымпергами. Здесь можно увидеть полукруглые классические арки, пилястры, самые разнообразные элементы чисто московской архитектуры, кокошники. Здесь много и от фортификационной архитектуры, от башен. Здесь вы можете прочесть и цитаты из башен Кремля. И эта архитектура автором считается Барма и Постник. Мы не знаем до сих пор, кем они точно были, был ли это один человек или было двое. Но мне кажется, что это прежде всего архитектура одного человека, то есть царя Ивана Васильевича, который хотел рассказать в этой постройке о своей знаменитой победе, о завоевании Казани, присоединении Поволжья. Потому что здесь каждый элемент, каждая церковь, составленная вместе, посвящена определенной битве и определенной победе русского оружия. то есть тому святому, память которого праздновалась в день этой победы. И благодаря этому по существу церковь является с одной стороны историей войны, с другой по существу картиной мира. Потому что соединяет в себе все, что знали о тогдашнем мире. И о немецких готических городах кирпичных, и о ренессансных крепостях и церквях Италии. сохраняли память о Византии в росписях и построении церквей и иконостасов. Это совершенно удивительное сооружение. То есть это еще архитектура вполне связанная с европейскими прообразами. Итальянцы, построив стены Кремля, уехали и умерли здесь. И для России не из-за итальянцев, но все-таки история принесла тяжелое время, сначала всякие ужасы царствования Ивана Грозного, Опричнину, потом «Смутное время», «Польская интервенция» и так далее. и только в 20-е годы 17-го столетия начинается новый взлет русской архитектуры. Еще один расцвет. то есть после московского ренессанса наступает период особого языка, особой архитектуры, очень сложной, как вы видели в соборе Василия Блаженного. Я бы назвал это уже маниеризмом, причем маниеризмом тоже совершенно особого типа. После византийским. Дело в том, что в 1453 году турки взяли Константинополь, Византия погибла, и вместе с ней для русских погиб и византийский идеал. Если Бог допустил поражение византийских императоров, как нам тогда говорили греков, то это значит, что они были греховны, они провинились. и это был страшный шок для русской культуры и вообще для русского мышления, мне кажется, потому что потребовались такие сложные построения, как сначала Василия Блаженного, выражающего мышления такого сложного человека, как Иван Грозный. Затем первые Романовы, вот завершение Спасской башни Кремля, посмотрите, какие тоже чрезвычайно сложные и насыщенные формы. Затем наступает Петровская эпоха. Сначала стиль связанный с его семьей Нарышкинская барокко, церкви всегда многоярусные, с классическими украшениями. Затем он уже сам приходит к власти и выходит из-под контроля своего семейства, матери и ее окружения и ищет новую европе... уже полностью европейскую архитектуру. это Триумфальные ворота и, наконец, Петербург. Регулярный. Потом эта регулярность одевается пышностью, причем одним, буквально одним человеком, который задает тон всему городу, Франческо Бартоломео, Растрелли, великий русский архитектор, родившийся в Париже итальянского происхождения, но строивший только в России и такие потрясающие сооружения, как вот этот большой дворец царского села, регулярные, как гармонические, монументальные и в то же время богатые, как ювелирные украшения. Но этот стиль не казался европейским и не нравился императрице, которая наследовала императрица Елизавете и ее племяннику Петру Третьему, а именно супруги Петра Третьего Екатерины Великой, которая, собственно, и сделала поразительную вещь. Она выровняла развитие русской и европейской архитектуры. С момента воцарения Екатерины Второй собственно начинается единое развитие русской и европейской архитектуры. Это здание Российской Академии Художеств, специально построенное для того, чтобы воспитывать мастеров, которые создадут по-настоящему европейскую Россию, как это хотела Екатерина Вторая. Построено оно было французским архитектором Бален де Лямотом и русскими Кокориновым и Фельтоном. Екатерина посылает русских архитекторов в Европу, прежде всего в Париж и возвратившись они не только создают постройки равные по своему качеству французскому классицизму, но на мой взгляд превосходящие их. Это прежде всего постройки Василия Ивановича Баженова и Матвея Федоровича Казакова. Вы видите знаменитый дом Пашкова, здание Сената в Москве и затем на смену им в Александровское время приходят такие мастера как Тамаде Тамон, Воронихин и великий Карло Росси. Русская архитектура становится европейской в полной мере. Она собственно таковой и была на протяжении всей своей истории. Но это не значит, что она теряла при этом свое своеобразие. Она всегда говорила то, что хотели сказать именно русские люди, используя при этом универсальный язык любых стилей, буквально со всего континента, всего Европы, а если хотите потом и всего мира. Русская архитектура отличалась именно универсальностью и своим ярко выраженным говорящим характером. Это не застывшая музыка. Это архитектура, которая говорит. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ